Ну а для тех, кто еще не определился с выбором будущей профессии, в Наринмаре провели ярмарку учебных мест. Это уже ставшее традиционным мероприятие собрало в детско-эношеском центре лидер школьников с 8 по 11 класса и студентов средних учебных заведений города, которые в дальнейшем планируют продолжить обучение. Наша съемочная группа изучила рынок востребованных специальностей. Кем быть? Ответ на этот вопрос ученик первой школы Валерий Лобода уже нашел. Своё будущее он планирует связать с архитектурой. Но на ярмарке вакансий учебных мест немного растерялся и стал задавать вопрос, а о том ли он мечтает. Приедет сюда на ярмарку, увидев столько разных профессий, сразу в голову лезут сомнения, может туда пойти, может сюда. Люди здесь хорошо объясняют, как стать, как выбрать эту профессию, какие плюсы, минусы. Такое ощущение у меня, что я уже на любую профессию, честно, пошел. И действительно, выбор у нынешних учеников большой. На ярмарке представлены как среднеучебные заведения, которые работают на Ринмаре, так и высшие из Ухты, Архангельска, Сыктывкара и Санкт-Петербурга. Одним из самых больших по выбору специальностей стал САФУ. В следующем учебном году там планируют набрать первокурсников по 80 различным специальностям. Это направление подготовки головного вуза в городе Архангельске и также наших филиалов в городе Северодвинске, в городе Коряжма. Кроме того, в состав САФУ входит три колледжа. Это колледж лесотехнический в Архангельске, информационных технологий, также в Архангельске и технический колледж в Северодвинске. Туда ребята могут поступать на базе как 11 классов, так и 9 классов. Будущим выпускникам предлагаются не только гражданские вузы, но и военные высшие учебные заведения. Здесь, в отличие от гражданских, обучающиеся полностью обеспечиваются жильем, денежным довольствием, а выпускаясь, курсанты получают воинское звание. Главное для поступления – отличное здоровье и физическая подготовка. Эти же показатели играют решающую роль при поступлении в учебные заведения Министерства внутренних дел. Основные комплектующие наше учебное заведение – это Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород. В зависимости от специальности мы работаем вплоть до Иркутска. Основные требования у нас – это хорошая физическая подготовка, знание гуманитарных предметов. На встречу с будущими специалистами пришли и работодатели. Так, например, авиаотряд представил специальности, на которые могут поступить наши выпускники. В свою очередь предприятие поможет студентам с прохождением практики, а в дальнейшем и с трудоустройством. Для размышлений и выбора будущей специальности выпускникам осталось совсем немного. Осталось всего два месяца, это декабрь и январь, когда они должны понимать, какие предметы они будут сдавать в форме единого государственного экзамена. Эти предметы станут их будущим, потому что они будут именно тем ключевым моментом для принятия уже решения, кем они в будущем станут. Для тех, кому сложно сделать выбор, на ярмарке работали специалисты по профориентации. Они помогли всем желающим определить сферу будущей деятельности, а представители учебных заведений посоветовали, на какие школьные предметы стоит сделать особый упор, чтобы через несколько месяцев ребята смогли поступить в тот вуз и на ту специальность, на которую задумали.